Водоснабжение Менялась год назад, причем груша фирменная Оказалось, что груша на вид целая Но тем не менее Если в воздушную рубашку попадает вода Значит в груши где-то есть меротрещина Конечно, я приобрел новую грушу и установлю ее Но из чисто спортивного интереса Мне интересно обнаружить течь в старой груши Каким образом я это буду делать? Ну, здесь два варианта Можно использовать оригинальный фланец Закрепить на нем грушу И закачав воздухом Проверить, смазав грушу каким-нибудь моющим средством Проверить на наличие пузырьков Но можно использовать вместо штатного фланца Самодельный Потому как на штатном фланце дюймовая резьба И для того, чтобы закачать грушу воздухом Придется придумать какое-то переходнее Ну, сейчас я посмотрю Какой способ для меня будет более подходящим И далее покажу процесс проверки Я остановился на варианте фланца из 10-ти миллиметрового мебельного ДСП Так как я решил использовать велосипедный ниппель А он довольно короткий Сейчас в одной детали я вырежу отверстие диаметром 100 миллиметров Ну, а во второй посверлю отверстие под ниппель и под крепежные шурупы Я вырезал отверстие Для этого я использовал вот такой вот самодельный центробор И сверлильный станок Теперь нужно снять фаз Это моя самодельная платформа для фрезера Я о ней уже рассказывал Если кому интересно, я дам ссылку, посмотрите Она удобнее тем, что она довольно компактная Легкая И удобно использовать для мелких работ Вот фаз-а есть Теперь можно собирать обе детали Замечательно, даже с небольшим люфтом Я решил изменить тип крепления Зажим на шурупы мне показался не очень надежным Поэтому я Решил использовать болты М6 Продолжение следует... А теперь... все болты затянуты теперь можно надувать ну вот накачал проверил моющим средством потом окунул в бочку с водой груша оказалась целой то есть причина все-таки не в груши а в фланце ну а груша останется про запас для каких-нибудь аварийных ситуаций вот такой вот метод проверки такая рационализация кому понравилось ставьте лайки задавайте вопросы если а может они ясно пишите комментарии делитесь моим видео и добавляйте его себе ну а также подписывайтесь на канал кто этого еще не сделал а на этом на сегодня все всем спасибо за внимание до встречи на моем канале всем пока